Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о такой теме, как знания. Как знания проясняют все и помогают в улучшении выживания. На самом деле, я думаю, вы каждый сталкивались с тем, что когда что-то непонятно, хочется отстраниться от этого. То есть хочется, ну как-то, не знаю, не слушать, убежать, если нет согласия с этим, если есть какое-то непонимание. Некоторых людей просто считают странными, потому что они делают не то, что большинство. И от них тоже отстраняются, отворачиваются, презирают их, как-то называют какими-то словами. Получается, человек, который не хочет знать, он отстраняется. Но на самом деле наша жизнь лежит через знания. То есть знание – это на самом деле то, что дает нам возможность идти по жизни, то есть понимать, прояснять. То есть когда человек действительно что-то знает, не просто там где-то прочитал или услышал, что ему что-то сказали. Он в действительности разобрался с этим, он в точности может описать это, как это работает, как это действует. И он уже не хочет отстраниться, он наоборот хочет большего понимания в этом. А понимание на самом деле строится из трех простых вещей. Это, конечно же, общение, это согласие, то есть общая реальность в отношении чего-то. И это определенная степень аффинити, то есть приязни или любви, или такого взаимного, ну скажем так, действия, когда люди стремятся навстречу друг другу. Это очень хорошо проявляется, например, в парных отношениях, когда муж и жена, например, что-то скрывают друг от друга. Например, наличие другого партнера, любовника или какие-то другие действия. Они отстраняются друг от друга. И постепенно отношения разрушаются. Вы наверняка это тоже видели и в своей жизни, и в жизни ваших друзей и знакомых. Поэтому, когда человек от чего-то отстраняется, что-то не хочет знать, то там есть заряд. То есть этот заряд, который мешает человеку как раз познавать это, двигаться вглубь дальше и дальше. И вот этот заряд как раз можно убрать. То есть убрать каким образом? Например, если я провожу человеку процессинг, то я нахожу вместе с ним, что же это такое. То есть и позволяю ему направить туда внимание и понять, когда же у человека началось вот это нежелание что-то знать, о чем-то общаться. Потому что это было в какой-то момент, когда-то человек принял такое решение, что, например, это неправильно знать, или я не хочу, это не для меня. И вот так это накапливается, накапливается, накапливается. И потом человек все больше и больше отстраняется от жизни. И ему просто жизнь становится неинтересной. Он постепенно превращается в такого биоробота или зомби, который просто выполняет какие-то действия, потому что так нужно, так принято. То есть он не живет своей собственной жизнью. А человек, который принимает и любит себя таким, какой он есть, он и позволяет и другому быть таким, какой он есть. И это дает возможность к сближению, к пониманию и к согласию. То есть когда два человека общаются, очень важно, чтобы они общались на ту тему, в отношении которой они согласны. И тогда они придут к пониманию. То есть человек, который действительно желает знания, он будет искать способность что-то изучить, исследовать, действительно разобраться в этом и понять. И тогда ему не надо будет переносить ответственность, что кто-то виноват в его состоянии. Будь то какие-то там правительства, президенты или какие-то другие его близкие, друзья, родственники. Он сам возьмет ответственность за свою жизнь и будет справляться со своими состояниями и улучшать его. Поэтому я и говорю, что знание приносит свободу и оно приносит большее понимание жизни и лучшее выживание. Так что, друзья, я уверен, что каждый из вас может действительно прийти к собственным пониманиям и новому знанию. Пишите ваши ответы в комментариях, кто и каким образом приходит к познанию мира и к получению действительных знаний, то есть к получению тех знаний, которые вы познаете сами на своем собственном опыте, как вы к этому приходите. И, конечно, все мои контакты будут в описании под этим видео. Вы можете в любой момент написать мне, задать какой-то вопрос. И, конечно же, я буду рад вашему общению, буду рад, если вы подпишетесь на мой канал, поделитесь этим видео с вашими друзьями. И будем на связи. Увидимся совсем скоро. Мои видео выходят каждый день. Ставьте колокольчик, чтобы знать о новых видео и смотреть их. Всего вам доброго и до скорой встречи. Продолжение следует...